Вся история человечества это история отравлений. Одной капли в бокале вина было достаточно, чтобы устранить соперника или сменить правящую династию. В представлении людей яд всегда был связан с борьбой за власть, интригами и человеческими страстями. Кто и с какой целью использует это тайное оружие сегодня? Яд вместо калорий. Популярный фитнес-блогер выкладывал в сеть фотографии и рецепт смузи – сладкого густого напитка из ягод, украшенного, как выяснилось позже, ядовитыми цветками. Страница блогера набирала тысячи просмотров ежедневно. Сотни людей могли готовить и употреблять этот напиток, думая, что укрепляют здоровье, а на самом деле получая токсичный растительный алкалоид. Он способен вызвать у человека зуд, отеки, рвоту и даже судороги. Можно ли быть уверенным, что ядовитый смузи был разрекламирован случайно? Парадокс. Модный нынче здоровый образ жизни все чаще оказывается опаснее традиционного. Ученые нашли в парах электронных сигарет, которые преподносят как безвредные, токсичные вещества, причем в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы. Что происходит? На протяжении всей истории человечества страх быть отравленным является одним из сильнейших. А теперь мы готовы добровольно принимать яды. Нас уверяют, в малых дозах они являются лекарством. Но всегда ли это так? И чего надо бояться больше? Отравы, синтезированные в лабораториях спецслужб или хорошо известных ядов из прошлого? Почему Гитлер не стал применять химическое оружие? В генеральном штабе вермахта были составлены карты всех территорий. Кто отравил Александра Невского? Смерть наступает через несколько дней. Какой яд погубил Великий Рим? Такой очень известный, как теперь модно говорить, экотоксикант. Откуда взялась поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть? Аптуально дошпорно. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Над жителями стран Северной Европы нависла смертельная угроза. На дне Балтийского моря лежат десятки тысяч тонн отравляющих веществ. Это трофейное химическое оружие нацистской Германии, от которого после войны союзники решили избавиться. Десятилетиями морская вода разъедала оболочки снарядов. Рано или поздно начинка вытечет в море. И что будет тогда, страшно даже представить. Лесистая местность, удаленная от населенных пунктов. Палатка, установленная на занесенной снегом поляне. Задача быстро облачиться в защитный костюм. Как должен действовать солдат, если условный противник применит химическое оружие? Отравить воду, отравить воздух или еще что-то, особенно в больших городах, инфраструктуру, это актуально до сих пор. Использование на войне отравляющих веществ запрещено международной конвенцией. Однако человечество уже не раз стояло на краю гибели. Вторая мировая война могла закончиться химическим апокалипсисом. Уже в 1939 году в генеральном штабе вермахта были составлены карты всех территорий, включая даже территорию Советского Союза. Химическая служба вермахта, она разрабатывала, где можно было поставить установки по тому, как распылиять этот газ. Германия. 24 декабря 1940 года. Начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта Франц Кальдер пишет в своем дневнике. Численность химических войск вермахта увеличилась в 10 раз по сравнению с довоенной численностью. В войска поступают новые химические минометы. Парки химимущества подготовлены в Варшаве и Кракове. Гальдер, начальник генерального штаба, обращался с просьбой, давайте мы уничтожим Ленинград с помощью химического оружия. Вот, ну, два-три раза обстреляем, там, или бросим туда бомбы, от города ничего не останется. В 1940 году в стенах Главного управления имперской безопасности была создана секретная лаборатория по разработке и изготовлению специальных химических средств. Здесь разработали яд, который вызывал смерть, похожую на смерть от Тифа. Присутствие яда невозможно было определить никакими экспертизами. На вооружении нацистской Германии имелось немало боевых отравляющих веществ. До 10 километров можно было спокойно стрелять, не подвергая опасности свои именно войска. Вот уже были готовы химические снаряды вот такого плана. Использовать отравляющие вещества в массовом порядке начали во время Первой мировой. Она стала войной химиков. Особых успехов добились как раз немцы. Немцы использовали газ, хлор в больших количествах. Причем они использовали как при шторме коллег, в начале 15-го года, так и на Ипре. И поэтому газ получил название Иприт. Потери среди англичан были очень большие. Психологические действия очень страшные. В ответ на немецкие химические атаки газ начали применять англичане. Химическое оружие объявили более гуманным, чем огнестрельное. Оно якобы меньше поражает мирное население. При этом химических средств защиты в тот момент практически не существовало. Как бороться с газом? Ну, сразу выяснилось, что можно использовать маркерные повязки. Сами солдаты нашли выход. Они стали мочиться на вот эти повязки. А в чем дело? А дело в том, что моча выделяет аммиак. Аммиак вступает в соединение с хором и, соответственно, нейтрализует хор. Получается безвредное вещество. По данным историков, во время Первой мировой войны было использовано около 50 видов отравляющих веществ. Их общее количество – 130 тысяч тонн. Из них 19 тысяч тонн иприта, который поразил почти 400 тысяч человек. Что же остановило фашистскую Германию от применения химического оружия в ходе Второй мировой? Почему Гитлер не направил на Ленинград снаряды, начиненные ипритом? Это, конечно, не гуманизм. Гитлер этим никогда не отличался. Известно, что будущий фюрер сам стал жертвой химического оружия, которое применили французы уже в самом конце войны. Он испытал панический ужас и едва не ослепил. Он практически был на грани жизни и смерти. И вот он дал себе слово, именно лежа в госпитале, что он никогда не будет применять химическое оружие. Впрочем, это всего лишь версия. Мог ли тот давний страх остановить человека, претендующего на мировое господство? Ведь жажда власти во все времена была сильнее, чем принятие такого гнусного способа убийства, как отравление. Еще в глубокой древности люди начали отравлять колодцы и подбрасывать трупы умерших от чумы в стан врага. Они всего лишь подражали небожителям и античным героям. Древнегреческая богиня магии и колдовства Геката по одной из легенд отравила своего отца. Волшебница Медея погубила свою соперницу, послав ей отравленное платье. Величайший из героев Геракл принял мученическую смерть от ревнивой жены, которая пропитала его плащ ядовитой кровью кентавра. Первоначально это были любовные зелья. Недаром латинское слово «вененум», то есть «яд», происходит от имени богини любви Венус. Как же случилось, что из оружия обиженных женщин яды превратились в мощный инструмент политиков? Принцип «выживает сильнейший» приобрел совершенно новый смысл. Это надо иметь какую силу воли, какое самообладание, чтобы смотреть свои жертвы в глаза и ее спокойно травить. Это тяжелее, чем убивать в открытом бою. В Древнем Риме подсыпать яд конкурентам считалось обычным делом. Не случайно у римлян возник обычай чокаться. При ударе кубка о кубок вино переливалось из одного в другой. Это давало гарантию, что сотрапезник не подсыпал тебе яд. То, что римляне опасались отравления, особенно в конце республики, в начале империи, это факт. Известно, что при дворах римских императоров существовала должность прегустатора, то есть человека, который заранее пробовал блюда с императорского стола, прежде чем их отведывал монарх. Однако никакие меры предосторожности не помогали. Не помог даже закон императора Трояна, запретивший выращивать траву, сок которой использовали при изготовлении ядов. Ведь главными отравителями были сами властители Великого Рима. Император Каракала составил целую коллекцию ядов. У императора Каллигулы был огромный ларец со травами, действия которых он проверял на рабах. Жена императора Клавдия Агриппина отравила своего пасынка Германика и самого Клавдия грибами, чтобы сделать царем своего сына Нерона. После этого Нерон сказал, что грибы – это пища богов. Ведь, поев грибов, Клавдий стал божественным. Спасти человека с таким отравлением не берутся даже современные медики. Смерть, наступая через несколько дней, через 6-7 дней, практически излечить невозможно. Если только в первые 2-3 часа не установят, чем отравился человек. Потому что он чувствует себя более-менее, ну так, небольшая слабость, понос. А через 10 дней умирает все. Но только ли власть имущим и их близким стоит бояться отравлений? В конце 80-х годов 20-го века на заработки в Европу массово потянулись рабочие из Югославии. По тем временам им платили баснословные деньги. 10 долларов в час за работы по удалению старой штукатурки. Немногие знали о том, что штукатурка содержит минерал асбест. Это минеральное вещество, которое широчайше используется в строительстве в качестве теплоизоляции. В древнем мире асбест считался волшебным веществом. За счет невероятной гибкости и термостойкости его называли шерстью саламандры – загадочной ящерицы, живущей в огне. В Римской империи использовали скатерти из асбестовой ткани, которые не стирали. Чтобы избавиться от загрязнений, их просто бросали в огонь и доставали оттуда абсолютно чистыми и целыми. О возможных последствиях близких контактов с этим материалом в древности не знали. Впрочем, римский ученый Плиний-старший считал, что рабы, поработавшие на рудниках, где добывали это вещество, рано умирают. На сегодняшний день в мире известно около 8 миллионов химических веществ. Более 100 тысяч из них пригодно для отравления человека. Остается только гадать, сколько видных политических деятелей и полководцев было умерщвлено так, что их смерть ни у кого не вызвала подозрения. В 1263 году по дороге из Золотой Орды на Русь умер великий князь Владимирский Александр Невский. Точную причину смерти современники установить не могли, но сразу же попал зли слухи – князь отравлен. Что самое интересное, симптомы отравления и внешний вид Александра Ряславовича полностью соответствовали внешнему виду убиенного его отца. Отрава была одна и та же. Спутники Александра Невского уверяли, после смерти его тело покрылось синими и черными пятнами. Но кто мог незаметно подсыпать князью яд в вино или пищу? У монголов не было никакой заинтересованности отравить своего самого верного союзника, потому что Александр Ряславович, он проводил полностью политику, которую устраивала его сужерена, хана Берке. В отличие от других князей, Александр Невский понимал – Русь слишком слаба, чтобы противостоять татаро-монголам на поле боя. К тому же более опасный противник возник на Западе. Немецкие крестоносцы готовили наступление на Русь. Улус Джучи просто обложил 10-процентную данью, но не вмешивался ни в какие дела внутри государства. Орден шел для того, чтобы захватить и земли, и поменять там и политический строй, и поменять веру, и культуру, соответственно, тоже. Папа Римский Иннокентий IV дважды отправлял к Александру Невскому послов с предложением перейти в католицизм и крестить в эту веру подвластные ему земли. За это католический мир обещал помочь в борьбе против татарского ига. Князь ответил отказом. Получается, у Ватикана был прямой расчет устранить неугодного русского властителя в надежде, что на смену ему придет более сговорчивый политик. Можно ли вычислить отравителей и какие меры безопасности нужно предпринять, чтобы не стать жертвой яда? Яды не раз оказывались более сильным оружием, чем ружья и пушки. В середине 18 века знание особенностей тропических рыб помогло французам без единого выстрела отстоять остров в Индийском океане от притязаний британской короны. Английских солдат просто накормили ядовитыми рифовыми окунями. Чтобы расквитаться за это унизительное поражение, британцам пришлось ждать больше полувека. Однако выдержанное место казалось крепкой. В 1821 году на острове Святой Елены умер Наполеон Бонапарт. Позже токсикологи обнаружат симптомы отравления Наполеона мышьяком. Кому выгодна была смерть Наполеона? Безусловно, это были англичане, тюремщики императора, которые, скорее всего, и инспирировали этот заговор. Обратимся к нашему времени. Президент Кубы Фидель Кастро. Президент Венесуэлы Уго Чавес. Президент Аргентины Нестер Киршнер. Палестинский лидер Ясер Арафат. Как-то внезапно заболевали онкологическими заболеваниями. Это как раз связывалось с тем, что они были неугодны Вашингтону. Их каким-то образом, в общем-то, отравили. По мнению экспертов, спецслужбы США еще в 1975 году разработали пистолет, стреляющий ядовитыми дротиками, которые способны вызывать сердечный приступ. Первому премьер-министру независимого Конга Патрису Лумумбе западные спецслужбы хотели подсунуть отравленную зубную пасту, чтобы он медленно умирал. С Адама Хусейна пытались убрать, пропитав ядовитым составом любимые диктатором сигары. Есть яды, которые вызывают сердечную недостаточность. Есть такое понятие в терапии – внезапная коронарная смерть. У человека ничего не болело, он не жаловался, он там физические нагрузки. Вдруг бах, и сердце остановилось. США, Флорида, Майами. 11 мая 1981 года. В возрасте 36 лет умирает ямайский певец и гитарист, король регги Боб Марли. Причина мучительной смерти – меланома. Меланома – это самый страшный рак кожи. Пятнышко, величиной там с маково, ну не с маково, а зеркало, величиной, например, с рис или величиной там с гречечку. Но эта меланома, она, скажем, в организме пускает огромные корни и чудовищно метастазирует. Ни политик, ни президент. Всего лишь независимый растаман-миллионер с Ямайки. Однако его музыка воздействовала на людей сильнее, чем оружие и бомбы. Если человек оказывает на большое количество, сотен, тысяч людей такое мегавлияние, всегда есть какие-то влиятельные структуры у нас на Земле, которые пытаются его завербовать, чтобы он, скажем, был в их команде. Боб Марли не работает на ЦРУ. Он поддерживает народно-освободительное движение в Африке. И при этом он самый популярный исполнитель третьего мира. А значит, серьезные угрозы для Вашингтона. Он может помешать установить новый мировой порядок. Но как убрать музыканта так, чтобы не сделать из него мученика? С этой задачей может справиться только яд, который при этом должен не вызвать даже малейших подозрений. Боб Марли невероятно любил футбол. Ему дарят футбольные бутсы с куском медной проволоки в подошве. Надевая их, он ранит палец. Близкие певца и эксперты считают, на проволоку был нанесен канцерогенный состав. Вскоре в травмированной ноге образовалась меланома. Досье ЦРУ на Боба Марли до сих пор засекречено. Смерть пахнет фтором. Кто придумал добавлять в зубную пасту боевое отравляющее вещество, назвав его необходимым для организма? И какой элемент из таблицы Менделеева погубил Древний Рим? Фтор. Своё название этот химический элемент получил от греческого слова фторос – разрушитель. Ядовитый газ бледно-жёлтого цвета с резким запахом. Все его соединения крайне токсичны. Фтор, естественно, очень опасен. Он нарушает многие процессы в нашем организме. С 1945 года кривая заболеваний раком и артритом США резко пошла вверх. Тогда же американцы стали усиленно полнить. Именно в это время в зубную пасту и питьевую воду начали добавлять фторит натрия. Фтор – это микроэлемент, которого организму нужно просто в микрограммах, в микродозах. И того количества фтора, которое содержится в продуктах питания, достаточно, чтобы в нашем организме не было дефицита фтора. Фтор имеет одну особенность. В усвояемых соединениях он заменяет йод, вызывая его дефицит. Первый удар принимает на себя щитовидная железа. Нарушения в её работе приводят к серьёзным последствиям, среди которых полнота далеко не самый страшный. Кто же убедил американцев, а за ними и весь мир в пользе фтора? Эту всю стратегию уже срабатывали для того, чтобы защитить правительство Соединённых Штатов от подачи исков, от подачи исков со стороны обычных граждан. Во всём виновата ядерная бомба. В ходе реализации проекта «Манхэттен» по созданию атомного оружия в США накопились горы химических отходов фторидов. Их размывал дождь, токсичные вещества просачивались в землю, отравляли её и делали непригодной для сельского хозяйства. Жители штата Нью-Джерси подали в суд на компанию, которой принадлежали отходы. Промышленникам грозила потеря миллионов долларов и нескончаемый поток новых исков. С этим надо было что-то делать. Американские люди прагматичны, они вот придумали, можно всё-таки и утилизировать, и заодно ещё и деньги заработать, да ещё и на здоровье людей. Да ещё так, чтобы этих людей было поменьше. То есть это была придумана схема совершенно убойная, убийственная, то есть она преступная. Заинтересованные учёные провели исследования, целью которых было доказать пользу фтора. Убедительные аргументы нашлись как по заказу. Одних медиков было недостаточно для того, чтобы продвигать эту теорию того, что фтор полезен для организма, и к этому были подключены величайшие маркетологи. Ну и, собственно, над этим работал, как вы называли, злой гений Эдвард Бернайс, это, собственно, отец пиара. Он разработал теорию того, что фтор в воде – это полезно, фтор в зубной пасте в том числе. Идею подкинули стоматологам. С их помощью мир убедили, что фтор спасает зубы от кариеса. А что может быть важнее белоснежной голливудской улыбки? Особенно, если не знать о других свойствах фтора. Фтор можно ещё рассматривать как массовое противозачаточное средство, если мы говорим о контроле демографического роста. Эксперты уверены, алюминиевая посуда и фторированная вода спровоцировали резкий рост болезни Альцгеймера, которая с 50-х годов прошлого века захлестнула развитые страны. Фтор, взаимодействуя с алюминием, образует соединение, которое откладывается в нервных клетках. Фторит алюминия вызывает психические расстройства и слабоумие. Люди перестают понимать, как их зовут, не могут найти свой дом, путают окна с дверями. Даже зная там то, что это вредный препарат, ну да, вредный, и многие говорят, ну а что делать, жить сейчас тоже вредно. Нас убеждают, что покупать ядовитые продукты в порядке вещей. Может быть и правда, не стоит паниковать из-за какого-то фтора. Вспомним, однако, как всего лишь один химический элемент привёл к гибели великую цивилизацию. Отчего же пал Древний Рим? Какими болезнями страдали его жители? Поражение центральной нервной системы, вот так называемая энцефалопатия, нарушение функций конечностей. Это поражение крови, это поражение печени. Всё это – последствия хронического отравления свинцом. Римляне не имели представления о крайне токсичных свойствах этого металла, используя его, когда прокладывали водопровод. А ведь даже небольшая свинцовая интоксикация приводит к поражению клеток головного мозга. Стоит ли удивляться извращённым нравам древних римлян – от императоров до простых граждан? Инцест, кровосмешение, какие-то другие мерзкие вещи. Организм, отравленный свинцом, он это воспринимает как вариант нормы. Поэтому, если хочешь морально разложить империю, построи свинцовый водопровод. Возможно, мы до сих пор недооцениваем ядовитые силы природы. Причём не только разрушительные. Ядовитые твари спасут человечество. Кубинские врачи изобрели лекарство от рака на основе яда голубого скорпиона. Клинические испытания показали – на ранних стадиях препарат побеждает недуг, а на более поздних значительно улучшает состояние больных. Силурийская эпоха – 410 миллионов лет назад. Из бурлящего океана на сушу выходят первые обитатели – паукообразные, по виду напоминающие скорпионов. В результате отчаянной борьбы за существование членистоногие приобрели ядовитое жало. Это дало им огромные преимущества перед остальными живыми существами. Любое ядовитое существо является потенциально опасным для практически всего живого на планете. Скорпионы стали одними из самых ядовитых тварей на Земле. Рекордсмен среди них – рыжий палестинский скорпион. Вырабатывает такой сильнейший яд, против которого нет никакого противоядия. Человек может просто умереть от болевого шока. Многие яды обладают способностью вызывать сильнейшую боль. Однако неуязвимость сыграла со скорпионами злую шутку. Их современные представители почти не отличаются от предков. Скорпионы выпали из процесса эволюции, образовав тупиковую ветвь. Да, это тот случай, когда опасность может подкрасться с самой неожиданной стороны. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Откуда возникла эта поговорка? Известно предание, как в один из праздников на Руси накрыли стол, на котором, среди прочего, стояла домашняя горчица. Русский богатырь попробовал ее и продолжил пир. Когда горчица отведал немецкий рыцарь, он упал под стол замертво. Что это? Обычная байка? Или здесь зашифрована информация о генетическом яде избирательного действия? Вот, например, в Азербайджане очень распространена мутация такого фермента глюкоза-6, фосфат-дегидрогеназа. Эти вещества, в частности, содержатся в так называемых конских бобах. То есть, если так вот подумать, да, то, может быть, да, можно так вот на этом основе, на этой основе придумать какое-то генетическое оружие, да, которое действует на одних людей, а не действует на других. Мы до сих пор знаем далеко не все о полезных и вредоносных свойствах растений. Вот, например, обычная соя, которую так часто используют в пищевой промышленности. Культура соя, она пошла дальше всех. Она воздействует им на репродуктивный аппарат. Те косули, которые часто питались соей, у них меньше стало рождаться ягнят. Изучение животного мира тоже приносит все новые открытия. В недавнее время ученые обнаружили, те люди, которые часто кушают крокодиловое мясо, у них понижается потенция. Кровь крокодила и белково-наклеиновые ткани крокодила влияют на репродуктивные свойства человека. Животный яд – самое настоящее химическое оружие. Однако действует оно не на всех. Например, сурикаты, животные из семейства мангустов, выработали иммунитет к яду скорпионов. По поверьям африканских аборигенов, эти небольшие зверьки защищают людей от всякой нечисти. Возможно, и сам человек может стать невосприимчивым к ядам. Боспорское царство. Пантикопей. 63-й год до новой эры. Царь Митридат, пытаясь избежать позорной участи быть плененным собственным сыном и врагами римлянами, принимает яд. Ничего не получилось, и поэтому пришлось ему уже использовать именно холодное оружие для того, чтобы уйти из жизни. Почему же отрава не подействовала? Митридат так боялся быть отравленным, что с юных лет начал принимать яды в небольших дозах, чтобы приучить к ним организм. Отсюда и такой термин, как метридатизм, то есть невосприимчивость организма к разным посторонним воздействиям, в том числе и ядов. Придворные лекари готовили для Митридата смесь из 54 ядовитых веществ. Захватив царский дворец, враги нашли рецепт чудодейственной смеси. Еще больше их интересовала библиотека Митридата. Какие книги помогли царю проникнуть в тайны природы? Похожий вопрос и сегодня волнует ученых. Все, что делает человек в области техносферы, это только повторение того, что природа сделала в своей сфере, то есть в биосфере, литосфере, геосфере, атмосфере. Приучить организм к действию абсолютно всех ядов невозможно. Так существует ли универсальный антидот? Нет такого антидота, который 100% гарантировал бы, что мы человека спасем. Есть антидоты универсальные, типа унитиола. То есть они помогают нашим ферментным системам выводить токсическое вещество. Но не только унитиол, я не буду всем называть, выдавать военные тайны. Япония. Август 1945 года. В результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцами погибло около 200 тысяч человек. Десятки тысяч облучены. Их дети унаследовали лучевую болезнь. Следующие поколения тоже были поражены. А затем ученые обнаружили феномен, природа которого представляет собой загадку. И вот на четвертом поколении начались уже чудеса, которой наука объяснить пока не может. Четвертое поколение этих детей, а там их остались уже единицы, они родились с таким иммунитетом, что их не берет никакая инфекция, никакой яд, никакая трава и никакая даже радиация. То есть это просто фактически получился какой-то новый этнос. Интересно, что похожие примеры неуязвимости есть и в природе. Это скорпионы. В зоне ядерных испытаний, где не выжило ни одно существо, скорпионы уцелели. Их яд – смертельно опасный токсин. И при этом является компонентом многих лекарств. То, что нас убивает, способно нас защищать. Но скорпионов такими создала эволюция, а человечеству за приобретенный супериммунитет пришлось заплатить страшную цену. Как же это объяснить? Мы должны стать космической цивилизацией через несколько десятков или сотен поколений для того, чтобы осваивать космические миры. И там будут встречаться угрозы посерьезнее, чем простые земные яды. И вот для того, чтобы наши организмы подготовить физиологически и духовно, вот такой жестокий урок нами пройден в 20 веке. Получаются яды – движущие силы эволюции. Но не все так просто. Научившись разбираться в принципе действия ядов и синтезировать их с помощью химической промышленности, человек захотел стать выше природы и получить власть над ней. Американские ученые предложили убивать мужские сперматозоиды с помощью яда. Они выяснили, что вещество уабин, которым африканские охотники смазывают наконечники своих стрел, способно приводить к временному мужскому бесплодию. Открытие намерено использовать для создания мужских фармакологических контрацептивов. Исследования в области мужской контрацепции идут уже несколько десятилетий. Большинство ученых стремится к тому, чтобы на какое-то время сделать сперматозоиды малоподвижными на несколько часов или дней. Насколько опасно использовать ядовитые контрацептивы? Ведь токсины имеют свойство накапливаться. А что, если их начнут использовать как оружие? Оно действует незаметно и долго. Это удобно тем, что ты поражаешь противника не сразу. И у тебя есть алиби. Десятки, сотни тысяч людей просто начинают заводить меньше детей. И непонятно, то ли они меньше заводят людей по своему осознанию. Ну, вот так вот сами регулируют количество детей. То ли потому, что они не могут. Как определить грань между ядом и лекарством? Это делают за нас фармацевтические компании. Но можно ли им доверять? Голливудские режиссеры сетуют. Стало проблемой найти актрису старше 40 лет, способную придать своему лицу гневное выражение. Виной всему омолаживающие уколы с ботулотоксином. Это вещество официально стоит на вооружении американской армии. То есть американское это как минимум. А в других вооруженных силах тоже стоит. И это же вещество используется как элемент омолаживающего средства. Ботулотоксин органический яд, вырабатываемый бактериями Клостридиум батулиниум. Он вызывает тяжелейшее токсическое поражение организма ботулизм. Всего лишь грамм ботулотоксина может убить более миллиона человек. У него есть и мирное применение для косметических целей. При этом используют микродозы разбавленного токсина, которые считаются не опасными. Эффект потрясающий. Нервная система теряет контроль над кожей, так скажем, и морщины разглаживаются. В течение нескольких месяцев ботулотоксин выводится из организма. Мышцы возвращаются в исходное состояние. А дальше снова нужен укол. Возникает эффект привыкания. Время действия препарата уменьшается, а каждую следующую дозу приходится увеличивать. Через эти микродозы в тканях все равно остается часть этого вещества. Она накапливается, особенно если в голове, мы все-таки рядом мозг, у человека начинаются необратимые процессы разрушения нервных, структуру и мозговых. То есть это фактически человек сам себя травит в течение нескольких месяцев и лет. Требует ли красота таких жертв? Что говорят специалисты? Какими последствиями грозит попытка улучшить природные данные? Когда нервные окончания восстанавливаются, контроль над кожей со стороны нервных стволов, нервных клеток усиливается, и кожа еще более сжимается, что приводит к образованию еще большего количества морщин. Благодаря рекламе страшный яд стал самым распространенным косметическим препаратом. Только в России объем рынка инъекционной косметологии превысил 100 миллиардов рублей. Подсаживаются 30-40 лет мужчины, ну и пробуют выглядеть, как говорится, лучше, чем есть на самом деле, но убирают эти морщины. Вот это очень нездоровый тренд. Это, как говорится, гибридная война, сочетание двух факторов, информационное воздействие и фармакологическое. В 2016 году пользователи интернета обсуждали ошеломляющие фотографии. Женщина-косметолог из Калифорнии каждые три месяца закачивала ботулотоксин своей восьмилетней дочери Бритни, чтобы та стала суперзвездой. Всем родителям женщина советовала делать то же самое. Самое страшное, что у нее нашлись последователи. Краткосрочный эффект омолаживающий, а долгосрочный эффект убивающий, смертельный. Во все времена люди боялись быть отравленными. Современная цивилизация вынудила их не только добровольно соглашаться на применение ядов, но и платить за это большие деньги. И все это происходит под видом благодеяния человечества. На жизнь Гитлера покушались 20 раз. Больше всего фюрер боялся быть отравленным. Его страх перед ядами был так велик, что даже белье, полученное из стирки, он решался надеть только после того, как оно проходило обработку рентгеновским аппаратом. При этом химического оружия, созданного по заказу вермахта, хватило бы для уничтожения всей планеты. Где искать яда Третьего Рейха? Когда Гитлер пришел к власти, Германия переживала экономический кризис. Спад промышленного производства, безработица, нищета. Рейхсканцлер сделал ставку на возрождение военной отрасли, получив кредиты европейских банков. Ему надо было развивать эту промышленность дальше. А как ее можно развивать? только с помощью войны. Получалось так, что сошли с его интересы за мировое господство, о каком он думал, и одновременно мечты тех финансистов и промышленников, которые его практически поставили во власть, и которые ему помогли решить ряд экономических и социальных проблем в Германии. Существует много свидетельств того, что решение о нападении Германии на СССР принималось не в Берлине, а в Лондоне и Вашингтоне. Попытки Гитлера избежать войны на два фронта провалились. И это результат закулисных игр англо-саксонской политической элиты. Вот именно английский вопрос, он до сих пор не изучен историками. До сих пор документы по переговорам Англии и Германии они нигде не опубликованы. США преследовали свои цели развязать большую войну в Европе, ослабить и Советский Союз, и Германию, укрепив свои позиции. Часть элиты американской до 1944 года снабжала Гитлера и вела свою политику по обогащению. А государственная программа США, которую ввел Рузвельт, была направлена на то, чтобы помогать всецело Советскому Союзу. Но опять, как и всецело, продажей по рентглинзу самолетов, танков, машин, кораблей. Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. А если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать Германии. И таким образом, пусть они убивают друг друга как можно больше. Хотя я не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах. Гарри Трумэн, сенатор США, июнь 1941 года. Циничный, но, казалось бы, продуманный подход. Не учитывается только одно. Огромные запасы смертоносного химического оружия, которыми обладала Германия. Был такой критический период, 1942 год, когда Гитлер был уже морально готов применить химическое оружие. Он терял инициативу в боевых действиях. Его Восточный фронт рушился под ударами Красной армии. Его генералы настаивали на том, что давайте применим химическое оружие хотя бы против Ленинграда, и тогда высвободится целая армия. И он уже начал подтягивать полка химических войск к тому фронту. Известно, Черчилль пообещал Гитлеру залить всю Германию и при том, если фюрер пустит в ход отравляющие вещества. Неужели Гитлер испугался этой угрозой? И почему Британия не нанесла упреждающего химического удара? Еще в 1919 году Черчилль, будучи военным министром Соединенного Королевства, поддержал химические атаки британской артиллерии против Красной армии. Почему же во время Второй мировой наши союзники вдруг вспомнили про международные конвенции? Скорее всего, дело в том, что применение химического оружия могло сделать войну неконтролируемой и скоротечной. А это не входило в планы ни Лондона, ни Вашингтона. Именно к 1945 году Америка стала лидером только именно благодаря продаже своего оборудования, своих машин, своей военной техники, продовольствия именно Советскому Союзу, другим странам, которые участвовали во втором мировой. А химическое оружие, оно совсем ничего не стоит. Но застрахован ли мир от химического апокалипсиса в наши дни? Куда пропали отравляющие вещества, принятые на вооружение вермахтом и другими армиями европейских держав? Любопытный вопрос, куда делать польское химическое оружие? Польша перед войной создала огромный запас химического оружия. Самое интересное, что это все засекричено, куда делать? Германия, Потсдам, июль 1945-го. Участники конференции Большой Тройки Сталин, Черчилль, Трумэн принимают решение уничтожить трофейное германское химическое оружие, затопив его в водах Балтики. На дно уходят ящики с боеприпасами, содержащими самые страшные отравляющие вещества. Места этих захоронений до сих пор сохранятся в глубочей секретности и сопряжены с очень многими недоговоровками. Но все ли химическое оружие затопили в Балтийском море? Количество произведенных Третьим рейхом отравляющих веществ до сих пор официально не объявлено. Эксперты считают, это не случайно. Точно так же завеса тайны окружает последние дни фюрера в осажденном Берлине. Правда ли, что Гитлер покончил жизнь самоубийством? Если мы с вами посмотрим на документы, получается, что человек, погребенный в воронке, вместе с Эвой Браун, со своей овчаркой, вот, и немножко подожженный, это Адольф Гитлер. Но нельзя забывать о том, что уже в 30-е годы у Адольфа Гитлера было очень много двойников. Они присутствовали на многих мероприятиях, на которых не хотел присутствовать Гитлер. Могло ли химическое оружие, от которого Гитлер чуть не погиб в Первую мировую войну, спасти ему жизнь в конце Второй мировой? Но каким образом? Хочешь есть фугу, напиши завещание. От японского рыбного деликатеса каждый год погибают десятки жителей страны восходящего солнца. Фугу содержит сильнейший нейропаралитический яд тетродотоксин, антидота к которому не существует. Малейшая ошибка при разделывании или приготовлении рыбы приводит к смертельному исходу. Может ли обычная треска стать опаснее фугу? Популярный японский деликатес рыба фугу настолько ядовита, что даже самая ничтожная ошибка при ее приготовлении чревата фатальным исходом. В Японии есть один ресторан, всех его и владельцев и поваров посадили в тюрьму. Основного владельца ресторана даже казнили за то, что за один день была приготовлена эта рыба, умерло 30 человек прямо в ресторане. Разделывать и готовить фугу разрешено только избранным поварам. Они проходят долгое обучение и получают специальную лицензию. Недавно власти Японии решили смягчить ограничения. Похоже на масштабную пищевую диверсию против собственного же народа. Но так ли все просто? Не секрет, фугу дорогое блюдо. За удовольствие поиграть в рулетку со смертью люди платят сотни долларов. Чем больше заведения будут готовить фугу, тем выше станут доходы. Но как же смертельная опасность? А вот ее бояться как раз и не стоит. Большая часть рыбы фугу, которая сегодня подается в ресторанах по всему миру, выращена в искусственной среде, а значит не ядовита. Яда вообще нет, потому что ее не кормят ядовитыми моллюсками или там ядовитыми растениями. Смертельной ядовитой фугу делает естественная среда обитания, где есть ядовитые микроорганизмы и водоросли, которые идут в пищу. В наши дни гораздо более опасной может стать обычная треска, пойманная в Балтийском море. В последние годы добываемая рыба в Балтийском море уже несет на себе отпечаток того, что идет уже выход вот этих отравляющих веществ из каких-то бочек. По данным историков, после окончания Второй мировой войны в Балтийское море было сброшено 50 тысяч бомб и снарядов, содержащих почти 15 тысяч тонн химических субстанций. За долгие годы, проведенные в морской воде, коррозия начала разъедать металлическую оболочку. В рыбе, выловленной в Балтийском море в 2017 году, обнаружено повышенное содержание мышьяка и отравляющего вещества люзиита. Россия не раз пыталась обсудить эту проблему, чтобы совместными усилиями избавиться от опасных захоронений на дне Балтики. Однако, вместо того, чтобы начать переговоры, власти США и Британии продлили гриф секретности на документах, связанных с затоплением гитлеровского химического оружия. Конечно, невыгодно объявлять никому, тем, кто сидит на рыбной торговле, вот, или на добыче рыбы, о том, что уже Балтийское море стало у нас отравленным. Скорее всего, это не единственная причина. Прежде чем начать подводные работы, потребуется обнародовать информацию, сколько именно отравляющих веществ было затоплено. И вот тут-то выяснится много интересного. Может оказаться, что далеко не все химическое оружие Гитлера попало в руки союзников. Какая-то часть, возможно, весьма значительная, осталась спрятана. В нацистской Германии было очень сильное метростроение. Там очень хорошие были горняки. Они могли делать шурфы, там, или подземные дворцы, или подземные, допустим, катакомбы в любом месте Германии. Аргентинский исследователь Абель Басти считает, история самоубийства фюрера выдумана от начала до конца. На самом деле спецслужбы США и Великобритании провели операцию «Сираль», в результате которой Гитлера тайно перевезли в Аргентину. Что же стало главными аргументами фюрера, которые заставили союзников сохранить ему жизнь? Скорее всего, тонны спрятанных на территории Германии отравляющих веществ. Был определенный шантаж со стороны нацистской верхушки. Если вы нам не даете спокойно уйти в Аргентину, там отсидеться даже и свой житель, как говорится, и свой срок, мы тогда отравляем всю Европу. Где размещены тайные склады химического оружия, знал только Гитлер и его ближайшее окружение. Эта информация гарантировала безопасность нацистских вождей. Однако, со временем схема секретных хранилищ могла попасть в руки сотрудников ЦРУ. Так что, вот это химическое оружие, изготовленное еще в Германии, оно потом всплыло и в Корее в 50-м, в 50-м году, и во Вьетнаме во время войны между Севером и Югом Вьетнамом. Эксперты предполагают, на территории Германии по-прежнему хранятся тайные запасы химического оружия. Но где именно? Вероятно, все информации владеют только спецслужбы США и хозяин Белого дома. И весьма успешно пользуются этими знаниями. В тех случаях, когда Германия начинает демонстрировать независимость от Вашингтона, можно пустить в ход угрозу отравить пол Европы, а вину списать на террористов. Вот и объяснение, почему обладающая мощным военным и экономическим потенциалом Германия продолжает выполнять указы из-за океана даже вопреки своим национальным интересам. Если эти предположения верны, получается, что яды до сих пор остаются одним из главных инструментов международной политики. На протяжении последнего века человек создает все больше отравляющих веществ. Так что химикаты и их следы сегодня можно обнаружить повсюду. Мы потребляем их с пищей, наносим на кожу и волосы. Но так ли безобиден этот процесс, как нам внушают? Получив новые знания, мы сделали этот мир гораздо более ядовитым, чем он был прежде. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров